Московское областное отделение КПРФ, столичный горком и множество сторонников партии в эти дни помогают сбору урожая в совхозе имени Ленина. В этом году в Подмосковье небывалая жара, и это прекрасно для клубники, а вот рабочих рук не хватает. Каждый килограмм земляники для нас сейчас важен, потому что мы вырастили урожай, и собрать его, к сожалению, не смогли именно из-за жары, из-за того, что ковид, из-за того, что москвичи не идут на сбор. И вот сегодня, видите, сразу всплеск такой. Просто вчера мы собрали 12, а сегодня соберем 20. С большим энтузиазмом на просьбу о помощи откликнулись студенты из социалистических стран. Многие из них не смогли провести каникулы на родине из-за эпидемии коронавируса. На поле вместе работали делегации из Китая, Кубы, Вьетнама, а также Венесуэлы, Камбоджа и Лаоса. Для них это не только братская помощь, но еще и русская экзотика. Это очень полезное действие для нас. Вы знаете, я из Вьетнама. В Вьетнаме очень редко встречаем клубники. Я хочу здесь, туда, попытаться собрать клубники в первый раз. Совхоз имени Ленина известен далеко за пределами России, и студенты охотно приезжают перенимать опыт именно сюда, в необыкновенный островок социального оптимизма. Это одно из лучших наших хозяйств в России, в Московской области, можно сказать, гордость в Московской области. Это основная задача – поддержать Павла Николаевича Грудинина нашим трудом, нашим участием, что он не один. Мы с ним, мы его поддерживаем, мы вместе и готовы воплощать в жизнь программу КПРФ. Каким должно быть будущее страны, коллектив совхоза показывает своими делами. Достойная зарплата – более 100 тысяч рублей в месяц. Это средний показатель без учета доходов руководства предприятия, то есть реальный уровень жизни сотрудников совхоза. У нас немного хозяйств осталось, у которых есть коллективный договор, который сохранился еще со времен Советского Союза. Где все льготы беременным, пенсионерам, работникам, ну в общем всем-всем-всем, детям наших работников, все льготы сохранены и даже приумножены. То есть мы больше делаем, чем в Советском Союзе для своих рабочих. На покупку жилья сотрудники совхоза получают беспроцентные суды, выплачивают в рассрочку только стоимость квартиры без заоблачных процентов и ипотечной кабалы. Детские сады в виде сказочных замков – одна из лучших и самых современных школ в Европе. Кружки, секции, группы продленного дня, парк развлечений и места для отдыха – все это бесплатно для детей и родителей, которые работают на предприятии и живут в поселке совхоза имени Ленина. В совхозе Ленина столетие было, и ему каждому дитю войны по 100 тысяч рублей дали. Когда праздник 9 мая, он дает 5 тысяч детям войны. Когда осень наступает, 200 килограмм сельхозпродукции, всякое-всякое детям войны. Это единственное хозяйство, единственный хозяин, который знает, помнит о детях войны и заботится о них. В прошлом году в поселке открыт водный спортивный комплекс – один из лучших в России. Здесь работают секции спортивного и синхронного плавания, водной аэробики для пенсионеров, программы здоровья для будущих мам и дошкольников. Социальная защищенность, качество жизни, высокие зарплаты и доступный отдых – все эти показатели отражаются и на демографии. В этом году в местной школе набирают 9 первых классов. Да, это положительный опыт, который мы, как политическая партия, стремимся распространить по всей территории и показать, что результат труда материализован в том благоустройстве и в тех учреждениях детских, спортивных, зонах отдыха. Поэтому они знают, ради чего трудятся и почему. 30 лет с начала 90-х совхоз и жители поселка непреклонно отстаивают свое право жить и работать на родном коллективном предприятии. И сейчас достаточно оглянуться вокруг, чтобы понять, ради чего эти люди защищают свой образ жизни. Предприятия переживают уже третью попытку рейдерского захвата. За два года прошло более 800 судебных заседаний. Но чем острее борьба, тем сплоченнее коллектив и тем больше у него сторонников по всей России. Успехи коллектива нашего предприятия, высокая заработная плата, социальные достижения, это все достигается именно тем, что мы внедрили уже программу «10 шагов к власти народа». Если мы хотим, чтобы во всей России жили так же, как у нас, зарплата была больше 100 тысяч, бесплатные кружки, секции, суды на квартиры, лучшее жилье для молодых специалистов, все это мы достигли только потому, что мы действуем по этой программе. Все, что создано здесь за 30 лет, результат не только грамотного экономического планирования, но и искренней любви к своему коллективному предприятию, к своей земле и своей родной стране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok